Это очень серьезный вопрос, чувак. Я имею ввиду, что не просто мне ответить на него прямо сейчас. Это хороший вопрос, да? Дайте мне полчаса или два дня, чтобы я хорошенько подумал об этом, окей? Третья мировая война, вот что первое приходит мне на ум. Это событие может что-то изменить в жизни евреев? Безусловно. Это большая часть еврейской религиозной идентичности, и мы знаем, что храм является местом поклонения. Это спасение нашей культуры, это то, кем мы являемся, мы как люди, как народ. Таким образом, мы возвращаемся к тому, кто мы есть на самом деле. Все изменит, все вокруг изменится. Это наша мечта, которая у нас есть. Мы должны идти вперед и не оборачиваться, и мечтать. Если у нас не будет мечты, у нас не будет ничего хорошего, верно? Я не уверен, что я много понимаю в этом, но это событие должно изменить уровень человеческого восприятия мира, нашей жизни, чтобы иметь Божье присутствие таким видимым и ясным. Каждый найдет свое место в этом храме. Думаю, что мы все сейчас в подвидшем состоянии. Мы не знаем, что будет завтра, но когда отстроят это место, мы все вернемся на свои места. Я бы хотел так верить, но я думаю, что это займет какое-то время, прежде чем мы сможем продолжить жить как нация, через которую идет просвещение других народов. Многое уже произошло в этом году. Я думаю, происходящее в мире уже тревожный звоночек для всех нас. Надеюсь, что все скоро свершится. Я знаю это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Храм станет началом новой жизни для всех живущих на Земле. И это событие в процессе реализации. И я бы хотел быть первым, чтобы купить VIP-билет туда. Как святой храм изменит твою жизнь? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Я вас приветствую, мои дорогие друзья, зрители канала «Последнее время». Меня зовут Дима. Добро пожаловать. Сегодня у нас необычная, интересная тема, как всегда. Мы поговорим о третьем храме в Иерусалиме, которого так долго ждут иудеи. И поступила такая информация, что храм начнёт строительство своё в 2024 году. Новую дату устанавливают. А вот правдива ли эта информация или нет, решать и исследовать нам с вами. Но мы не можем игнорировать эту новость, ибо дыма без огня не бывает. Правда? Поэтому я хочу вам прочитать небольшой текст, вот эту свежую новость, которая поступила к нам. А потом немножечко поразмыслить, как это всё будет происходить на основании нескольких фрагментов из Библии. Итак, бюджет уже закладывается, и с местом уже определились. Израиль на публичных консультациях, государственный бюджет на строительство третьего храма Соломона якобы на 2024 год. То есть в следующем году. То есть мы вот практически стоим на кануне 2024 года. Год дракона, кстати. 12-й израильский канал в видеорепортаже показал наличие координации и сотрудничества между несколькими правительственными министерствами в целях контроля за бюджетами и усилий по реализации концепции восстановления третьего храма Соломона во дворе мечети Алякса. Да, мы знаем, что там есть две святыни — купол скалы и мечеть Алякса. Мусульманские общины в знак доброй воли встретят предложение согласиться на строительство третьего храма Соломона во дворах мечети Алякса, при условии, что мечеть не будет снесена. Это символический шаг, который будет представлять собой братания народов, которые долгие годы были врагами. Ну, хочу напомнить вам, что мусульманский мир, исламский мир в основном — это арабский мир, а иудейский мир — это евреи, израильтяне. Но чтобы вы знали, что они братья по отцу, по Аврааму. Просто одни пошли от законной жены, от Сары, от Исаака, израильтяне, в котором благословлятся все племена земные в Аврааме. А вторые пошли от служанки Агарь, то есть арабский мир, чтобы вы понимали. Поэтому, если смотреть глубже, почему у них вот этот конфликт длится на протяжении веков, то это духовная проблема, друзья, духовная проблема. Но сегодня не об этом. Сегодня мы говорим о третьем храме. Вот, в общем-то, всё к тому идёт, что рано или поздно их кто-то помирит. Читаем дальше. По данным канала, сторонники реализации мечты о строительстве храма возлагают надежды на пять красных коров. Мы когда-то с вами об этом говорили и не раз, и не в одном видео. Тщательно отобранных в соответствии с условиями, изложенными в еврейских книгах. Ну, там, по-моему, книга чисел об этом говорит о красной корове. Ну, красная или рыжая телится. Мы об этом говорили не в одном видео. Если вам интересно, то посмотрите мои ранние видео. Так как они, эти коровы, были доставлены самолётом из США, и канал подтвердил, что правительственное ведомство заложило в бюджет закупку и выращивание таких коров. Ну, не знаю, друзья, тут, конечно, много что можно подвергать сомнению. То есть, все вот эти вот, что там из США, там ещё откуда-то, что якобы в 2024 году. Вы можете пошуршить, посмотреть в интернете, насколько правдивы эти новости, или это просто нагнетание какой-то истерии. Мы ко всему должны относиться с критическим анализом, не принимать всё за чистую монету, как говорят. У христианина, вообще у нормального человека, должен быть критический анализ. Прежде чем что-то тебе говорят, даже если это очень убедительно звучит, ты должен всегда задать вопрос. Подождите, подождите, взять паузу. Знаете, мошенники и вот аферисты, они всегда хотят, чтобы вы быстро, 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 нужно оплатить быстро, давайте денежку быстро. Поэтому здесь нужно взять паузу, сказать, подождите, я подумаю. Также здесь, вот всё, что мы читаем, не принимайте всё за чистую монету, будьте осторожны. То есть, мы читаем, мы анализируем, друзья. Но это не значит, что всё, что здесь написано, абсолютная правда, и так оно и будет. Вот именно в этих новостях. Библейские учения требуют, чтобы до строительства храма сожгли красную корову, на Елеонской горе, затем развеяли её пепел перед Аляксой, что положило бы началом обряда основания Третьего храма. Именно вот так написали, перед Аляксой, да, не перед Храмовой горой, да, а именно вот так, знаете, чтобы вот так вот показать. И подготовка восхождения миллионов евреев на Храмовую гору. Библейское название мечети Алякса. Но это не совсем. Храмовая гора — это место, да? Это не библейское название мечети Алякса. При чём тут? Храмовая гора — это всё вот это вот, вот это всё, что там находится. Это святая гора, Храмовая гора. Это там, где должен стоять Храм Божий, Третий Храм. При чём тут Алякса вообще? По мнению наблюдателей, это отражает рост этих библейских убеждений и склонность израильского общества к религиозному экстремизму. Смотрите, как они пишут, да? Ну, изначально это новость против, я так понял, против израильского народа, чтобы настроить мусульман ещё больше против израильтян. И, скорее всего, здесь виден российский след, я вам скажу. Да, кое-что из этого есть правда, а кое-что, конечно же, заблуждение. А значит, предполагаемый Третьего Храма на месте купола скалы, где еврейские партии, участвующие в правящей коалиции, согласны с необходимостью реализации идеи строительства храма, что привело к ускорению выделения средств на специальное оборудование для достижения этой цели. На еврейскую Пасху в апреле 2024 года официально начнутся церемонии строительства Третьего Храма Соломона. Ну, посмотрим. Посмотрим, если они не начнутся, значит, тот, кто это пишет, — это лжепророк. Да? Ну, сразу можно говорить. Ну, что если такое вот говорят и афишируют, то, скорее всего, речь идёт о… Ну, проверить лжепророка очень просто. Если человек что-то говорит и не исполняется, значит, это лжепророк. Вот они говорят, что в 2024 году официально начнут церемонию строительства Третьего Храма. Посмотрим. Посмотрим. Друзья, у нас не так много времени осталось, чтобы проверить. А, значит, христианский веб-сайт Start Telegraph of Israel сообщил 27 июля 2023 года, что за пятью коровами ухаживают и откармливают их для принесения в жертву на еврейской церемонии Пасхи в апреле 2024 года, ознаменовав тем самым строительство Третьего Храма. Но по поводу даты я вам не скажу, а то, что я несколько видео на эту тему выпускал, да, действительно, это правда. Выводят рыжих коров перед, значит, её должны сжечь, прах её развеять перед, значит, строительством Третьего Храма. Вот это вот информация правдива. А по поводу даты тут очень так… Нужно с огромной долей скептицизма относиться, скажем так. Так, газета Jerusalem Post 20 сентября 2022 года сообщает, Торо объясняет, как корова будет сожжена перед мечетью Алякса, опять же, перед мечетью Алякса, да, чтобы вот это вот зафиксировали в разуме. И её пепел смешивается со святой водой, чтобы все евреи, которые стали нечистыми из-за смерти души, с её помощью могли очиститься. Он сказал, евреи будут очищены дважды смесью коровьего пепела и святой водой один раз через три дня и второй раз через семь дней. А в видеоролике еврейского канала 12 о завершении разведения этих красных коров упоминалось, что курирует это дело заместитель министра министерства в правительстве Нетаньяху. Якобы, вроде бы как. Он подтвердил, что в сентябре 2022 года различные министерства участвовали в усилениях по осуществлению этой мечты, которая преследовала еврейские круги, после разрушения второго храма, о чём свидетельствует обнаружение красной коровы. Но то, что Нетаньяху болеет всей душой за еврейский народ, и за традиции еврейского народа, и за веру, и за Тору, и за строительство третьего храма, об этом мы уже давно знаем, особенно когда они очень плотно дружили с Дональдом Трампом. «Еврейский канал 12 сообщил, сторонники этой мечты возлагают свои надежды на пять рыжих коров, прилетевших на частном самолёте из Техаса, после того, как их тщательно проверили и выбрали, как пригодных для еврейского ритуала очищения при входе в храм». Ну, друзья, если у вас есть возможность и время, и желание, вы можете всю эту информацию проверить и написать мне в комментариях, что вы думаете об этом, насколько эта информация правдоподобна в деталях. Например, что рыжих коров привезли из Техаса, да, вот правда ли это? Например, вот этот факт или не факт. Известно, что движение «Еврейская власть» во главе с министром национальной безопасности Тамаром Бенгвиром и религиозный сионизм, во главе с министром финансовым Базалем Смортичем, являются наиболее представителями еврейского религиозного мессианского движения, верующего в идею о сошествии ожидаемого Спасителя. Спасителя, понятно, да, какого Спасителя? То есть евреи же ждут, они же не уверовали в Иисуса Христа, они по-прежнему ждут своего мессию, то есть политического лидера, духовного мессию Христа, да, о котором записано в Писании, но они же Иисуса Христа не приняли, которого они примут. Иисус Христос как-то сказал пророчество об Антихристе, Он сказал евреям, что «Меня вы не принимаете в общей массе, да, но придёт, я пришёл во имя Отца моего, да, Бога, а придёт некто во имя своё, его вы примете». То есть Иисус пророчествовал сквозь года о последнем времени, о том, что будет происходить в конце дней об Антихристе. И мы сегодня немножко ещё об этом поговорим, сейчас дочитаем эту новость. В общем-то, мы уже дочитали, да. То есть суть идёт в том, что придёт некий Спаситель, то есть Мессия, Христос, как они считают, потому что они Иисуса Христа не приняли. Это понятно. И мы по истории знаем, что они Его отвергли в основной массе, за что же они, собственно, были изгнаны в плен во все народы. На протяжении двух тысяч лет они были без Родины своей. И, собственно, мы видим исполнение библейских пророчеств точности. Вначале Господь сказал, что Он их рассеет, а теперь Господь говорит, что «Я их соберу, куда бы я их ни рассеял. Я соберу их в землю их». И на этой горе, на Храмовой горе, будет, по-моему, 60 раз в Писании, в Ветхом Завете написано, что «Будет провозглашено моё имя, имя Божье». Поэтому всё идёт к тому. Бог параллельно работает с евреями, и про библейские пророчества говорят, что придёт некто, который заключит мирный договор между палестинцами и израильтянами, и который сделает чудо, помирит их на какое-то время, то есть евреев и арабов, или евреев и палестинцев, и сделает так, что храм будет построен, то есть будет всё сделано. Поэтому давайте начнём размышлять над Писанием, но прежде хотел бы вас предостеречь. Друзья, таких сообщений, вот как мы только что прочитали, тут, понимаете, есть правдивая информация, перемешанная с ложью. Вот у меня такое ощущение. Очень много чего такого вбрызгано лжи. Или чтобы, знаете, против евреев с ненавистью к арабам. Есть такой российский след, чувствуется явно, что они именно вот так хотят это всё преподнести. Друзья, таких сообщений в информационном поле может становиться со временем всё больше и больше, особенно в связи с последними событиями сегодня в Израиле и на Ближнем Востоке. Вы знаете, что там произошло. И с той войной, и с тем террором хамасовца, вот этих вот, которые, ну в общем-то, которые сегодня происходят там. Это страшно. Я даже не хочу озвучивать и об этом думать, потому что это даже вот, ну я не знаю, в человеческий разум это тяжело вместить, что там происходило. Можете почитать новости и ужаснуться. И вот к таким новостям я бы относился на вашем месте с долей скептицизма, потому что пока, хочу вам напомнить, пока не будет подписан мирный договор между палестинцами и израильтянами, о чём и говорит Писание, то есть между Израилем и арабским миром, в общем, да, арабский мир, который окружает Израиль. Договор, который будет признанный на мировом уровне нового мирового правительства, которое возникнет очень скоро, никакого храма не будет. И можно, конечно, фантазировать сколько хочешь, что в 2024 году что-то там начнётся строиться, но я очень сомневаюсь, потому что у нас ещё на носу Третья мировая война. Насколько она затянется, никто не знает. Будет ли она быстро в течение нескольких месяцев или нескольких десятилетий, или лет, мы не знаем. Поэтому по поводу даты я бы очень сильно сомневался, что именно в 2024 году. Но нам очень легко проверить этих вот так называемых пророков. Посмотрим, доживём до 2025 года и посмотрим, если доживём. Да, скажу вам честно, что работы по подготовке к строительству храма идут активно уже на протяжении многих лет. Наверное, начиная там, ну вот, как только вот Израиль начал массово приезжать, начиная с 60-х годов, 70-х годов уже активно велась подготовка к строительству Третьего храма, потому что это часть их возвращения. Бог их должен вернуть и дать им построить храм, в котором они будут поклоняться Богу. И так всегда было. Первый храм, второй храм и вот сейчас третий храм. Первый храм Соломона, второй храм Зарававеля, который отреставрировал Ирод во времена рождения Иисуса, кстати. А то, что ученики Христа говорили, что вот смотри, какие красивые здания храма, и как нам Ирод красиво это всё отреставрировал. Там действительно было просто, ну, вбухано очень много денег, и Ирод просто сделал чудо, хотя Ирод был очень кровожадным политиком и, в принципе, был против евреев. Но таким образом он завоёвывал, значит, свой электорат в политическом мире, чтобы, ну, обустроил, так сказать, храм и прихрамовые территории в Израиле. Вот. И поэтому ученики Христа так и радовались, и так восторгались этим храмом, да, вторым. Вот. И мы знаем, что в конце истории будет третий храм, и когда этот храм начнут строить, то кое-какие события апокалиптического, пророческие события будут начинать исполняться в этом мире. И то, что нас сейчас трясёт со всех сторон, это, друзья, уже звоночки, это уже, я бы даже сказал, колокола начинают звучать. Начало болезни, как сказал Иисус. Это всё, что мы видим вокруг, это начало родовых схваток у женщины. А дальше будет всё больнее и больнее перед родами, да, чтобы мы понимали с вами. Вот. Поэтому, да, подготовка к строительству третьего храма ведётся. И всё пляшет, и всё будет зависеть от мирного договора, признанным на мировом уровне о неготовности евреев, как тут написано, да. Потому что евреи давно уже готовы. Евреи бы уже построили ещё 20 лет назад или 30 лет назад храм. Помните, когда евреи победили в войне, они первое, что они воскликнули по рации, храмовая гора в наших руках. Понимаете? Вот. Но они тогда просто не пошли радикально и не смели эту мечеть, которая там стоит, а просто позволили, ну, как бы, арабскому миру и мусульманам там быть. А может быть, это была большая ошибка. И вот что сейчас происходит. Возможно. Я не знаю. Но, вероятно, так всё должно идти по сюжету истории. Так Бог допустил. И мы это принимаем как есть. Вот. Поэтому израильтяне уже давно готовы, и хотят, и с удовольствием бы ещё 50 лет назад построили этот храм. Ну, просто что им не благоприятствуют обстоятельства. Ну, и сейчас в связи с этой войной всё может происходить очень быстро. Очень быстро. И если раньше разговоры о сносе мусульманских святынь, это что-то такое было, о, как так, то сейчас это уже происходит. Уже в секторе Гази одну мусульманскую мечеть снесли. А, значит, там же, по-моему, зацепили какую-то мечеть Кадырова у него, по-моему, отец. И он ему посвятил, купил эту дорогую мечеть, построил. И там тоже что-то её зацепило. А сами же палестинцы обстреляли эту мечеть вторую. То есть она там тоже уже на пороге рассыпания. Понимаете? Поэтому сейчас никто на это не смотрит, потому что война. Война, когда идёт речь о человеческих жизнях, когда идёт речь о насилиях, уже никто на эти здания не смотрит. Вы же понимаете, да? Ни на какие святыни смотреть не собирается. Вот поэтому это всё серьёзные вещи, всё идёт к мирному договору. Насколько эта война затянется, мы не знаем. И является ли эта война именно началом Третьей мировой войны, или это просто пока ещё только предвестники начала, потому что мы видим, как снежный ком, оно больше и больше становится на Ближнем Востоке, этот раскат, что раньше такого не было. И все это свидетельства говорят, раньше такого не было. Было когда-то там в далёком каком-то 70-м году что-то похожее, но такого массового, такого, что произошло сегодня в Израиле, такого не было раньше. Вот поэтому, как снежный ком, оно накатывается, и всё дойдёт, скорее всего, до ядерной войны, не дай Бог. И когда это случится, мы тоже не знаем, случится ли это сейчас или чуть попозже. Вероятно, это ещё какие-то закулисные силы решают. Но нам нужно молиться и быть готовым к встрече с Господом в любом политическом строе. Аминь. Поэтому евреи уже готовы. Давно готовы. У них уже вся утварь к храму готовы. Священники уже обучены в храме, в этом, вернее, в институте храма. Вы понимаете? Вот. Поэтому всё это есть. Всё это есть, друзья. Блоки. Блоки для строительства третьего храма готовы. Можете себе представить такое? Блоки готовы. То есть построить третий храм мы уже как-то подсчитывали с вами, по-моему, там, подсчёт третьего храма, отсчёт последней седьмин или что-то такое. И мы говорили о том, что за семь, за восемь месяцев будет построен третий храм. Это много или мало? Это очень быстро, друзья. Это очень быстро. Если мир сплотится, договорится, вместе решат, то там китайцев могут нагнать. Да там и сами израильтяне, я думаю, быстро-быстро отстроят, тем более, что заготовки уже есть. Теперь вопрос, где он будет стоять и при каких обстоятельствах. Но то, что храм будет построен на основании Писания, это точно. Теперь давайте обратимся к Слову Божьему. Итак, пророк Даниил, 9 глава, 27 стих. Написано так. «И утвердит завет для многих одна седимина». В оригинале написано, если вы внимательно знаете ивриты, и знаете все вот эти древние тексты, то там написано, «Он утвердит завет». Он. Кто это? Он. Если вы почитаете в контексте всю книгу пророка Даниила, то вы поймёте, что он — это и есть человек греха, это опустошитель, это и есть антихрист, который заключит договор для многих, тут написано, или со многими, другой перевод, одна седмина. То есть, будет подписан, заключён договор между израильтянами и палестинцами, между израильтянами и арабским, вот этим мусульманским миром вокруг. там временно, невременно, на бумаге, не на бумаге ног, на какое-то время придёт мир. И все согласятся с этим договором на мировом уровне. И таким образом, как только это произойдёт, начнётся отчёт последней седмины пророка Даниила. Всего 70 седмин у пророка Даниила. 69 исполнилось седмин смертью, когда Христос пришёл, умер и воскрес, и разрушением храма. Об этом мы читаем в ранних стихах 25-й, 24-й, 25-й, 26-й. А последняя седмина исполнится в конце, накануне Второго пришествия Христа. То есть последняя седмина сейчас как бы заморожена, она не двигается. Время остановилось, потому что время открылось для языческих народов, а для израильского народа время закрылось. Бог их, значит, отправил в изгнание на протяжении двух тысяч лет. Понятно. Но всего там написано, здесь же у пророка Даниила 9-й написано, что 77 определены для народа Божьего. А потом всё, конец. Вы понимаете? Вот. 69 седмин исполнилось. 69 седмин исполнилось. Если вы посчитаете 77, это очень просто посчитать. 70 умножаем на 7, по-моему, там получается 490 лет. И об этом мы тоже очень подробно всё говорили в предыдущих наших видео. Очень много об этом говорили. в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом году. Осталась последняя седмина заморожена. Она включится, когда появится антихрист, там, закулисно, не закулисно, когда появится мировое правительство и когда будет заключен этот мирный договор. Мирный договор не просто на бумаге, а реальный. Мирный договор, который, ну мы сейчас об этом ещё поговорим. Давайте дочитаем. А в половину седмины прекратится жертва и приношение. В половину седмины, то есть спустя три с половиной года. Что такое середина седмины? Середина седмины, это значит седмина делится на три с половиной года и три с половиной года. Понятно, да? Вот в первой половине седмины, судя по этому фрагменту, будет построен третий храм, потому что написано «прекратится жертва и приношение». А где жертва и приношение приносится? В храме. То есть получается, что в первой половине седмины сразу после подписания мирного договора будет отстроен третий иудейский храм в Иерусалиме на храмовой горе. Хотим мы это или нет? Верим мы в это или нет? понятно да дальше написано так и на крыле святилище будет мерзость запустения значит жертвоприношения животных будет приноситься на протяжении там ну почти трех с половиной лет но чуть меньше там отнимать еще строительство храма подписания договора но пусть там допустим два с половиной года ну до трех лет ну скажем два года два года будет точно храм стоять и жертвоприношения животных приноситься в этом храме дальше написано очень интересная деталь это же пророк даниил это все исполняется в точности на крыле святилище будет мерзость запустения вот нам вопрос кто что такое святилище что такое крыло и что такое мир за запустение да вам домашнее задание поизучайте крыло это внешнее скорее всего это внешний парапет храма 3 храма который уже будет стоять вспомните где сатана поставил иисуса когда искушал его на парапете на внешней стороне на крыле с вы помните и поставил его на крыле храма и говорит брось отсюда вниз ибо написано ангелом своим заповеду это тебе сохранить тебя на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногою твоей иисус сказал не искушай господа бога твоего вы понимаете дьявол поставил иисуса на крыле храма то есть на парапете на внешней стороне храма на внешней стороне храма будет находиться некая мерзость запустения что за мерзость запустения мы об этом узнаем у апостола павлом более подробно это опишет я склоняюсь к тому что это будет значит правление антихриста который водрузит на храм свое изображение свою говорящую голову и все начнут ему поклоняться да так как он объявит себя богом в этом храме да и окончательная предопределенная гибель то есть тот кто назовет себя антихристом и тот кто будет провозглашать сенову назовет себя он так тебя не назовет но я имею ввиду тот кто будет выдавать себя вот за этого уже мессию лжи христа его и постигнет ужасная участь гибель гибель опустошителя и писание в новом завете написано что он отправится этот зверь этот антихрист отправиться в озеро огненное без суда и следствие когда придет суд но ему допущено будет это все делать а три с половиной года вы скажете ноты ветхий завет там может быть не все понятно какие-то даты какие-то времена ну давайте тогда я вам покажу что третий храм а третьем храме четко ясно написано у апостола иоанна давайте откроем откровение она богослова 11 глава с 1 по 2 стих и дана мне трость измерительный прибор подобное же злую сказано встань и измерь храм божий тростью измерь храм божий храм божий храм назван божьим и апостол павел тоже говорит что этот храм будет божьим поэтому не надо говорить что то там храм сатаны и там еще какой-то храм это храм божий и скорее всего я склоняюсь к тому что когда христос придет второй раз он именно в этом храме и будет царствовать тысячу лет но в том числе да потому что он изгонит сатану с этого мира изгонит антихриста когда будет апогеи зла в этом мире а мы все к этому идем вот поэтому храм назван божиим не дай бог вам вот этот храм который будут строить третий ну называть как-то по-другому потому что писание его говорит что это будет божий храм понимаете как хотите но это будет божий храм значит будет бу храм божий а причем тут и он это же хоть он и еврей но он же христианин зачем он нам пишет об этом все значит это важно значит это важно значит мы должны прислушаться обратить на это внимание он называет храм который будет построен третий храм храм божий на то время когда я написал откровение многие аналитики исследователи говорят что храм 2 уже был разрушен то здесь речь идет четко о третьем восстановление третьего храма в конце дней потому что писал свою книгу откровения и он приблизительно если вы почитаете исторические сводки в девяностом девяносто пятом году нашей эры вот подумайте храма уже не было на то время ну что храм был разрушен семидесятом году поэтому и он четко ясно говорит о последнем времени накануне второго пришествия иисуса христа это пророчеств пророческое слово он говорит о храме божьем он говорит о жертвенники в этом храме и он говорит о поклоняющихся в этом храме и кое-что он еще говорит о внешнем дворе храма смотрите второй стих внешний двор храма исключи и не измеряя его не измеряя вообще его исключи его не будет внешнего двора храма по какой-то причине не будет а по какой мы здесь же находим ответ ибо он дан язычникам то есть людям не израильтянам не верующим или людям которые не служат единому истинному богу израилеву через иисуса христа вы понимаете они будут попирать святой город святой город это с город иерусалим сколько тут написано 42 месяца 42 месяца если вы подсчитаете это есть три с половиной года то есть вторая половина седьмины время великой скорби время мерзости запустения понятно да почему внешний двор храма не будет построен не говорит ли это нам о том что с мусульманском с мусульманским миром будут некие договоренности ситуация же деликатно не правда ли и мечети купол скалы сносить скорее всего не будут ну разве что только там какая-то шальная бомба не прилетит но я склоняюсь больше к версии что сносить никто не будет разрушать то есть скорее всего храмовую гору поделят поровну во время мирного договора антихриста и на протяжении второй половины седьмины то есть 42 месяца или 1260 дней или три с половиной года язычники то есть люди которые не служат истинному богу израилеву до будут попирать святой город в это время во время значит наш первая половина седьмины будет мирная да там будет жертвоприношение все это попущено будет все это будет происходить жертвоприношения жертвы животных будут приходить на поклонение а вторая половина седьмины будет время скорби будет время тяжелое да будет святой город попираться язычниками да то есть будет поставлена мерзость запустения некая вот одну версию я вам уже рассказал что то такое что это будет говорящая голова антихриста на парапете храма на внешней стороне что ее даже увидят в иудеи на западном берегу реки иордан и побегут что иисус грит как только увидите мерзость запустения на этаж он говорил кому в иудеи то есть это сейчас западный берег реки иордан то бегите бегите в горы то есть представляете какая должна быть говорящая голова какой силой мощности должна быть это мерзость запустения что они услышат и узнают даже в иудеи на западном берегу реки иордан не знаю далеко ли там или близко но наверно что то будет такое что люди вокруг узнают вообще иерусалим это живым израиль вообще маленькая страна так вот будет поставлена мерзость запустения будет великое гонение значит на протяжении от этих 42 месяца значит на христиан и на евреев сразу вам говорю и не только в иерусалиме это будет но и по всему миру нам верующим нужно терпение чтобы спастись ибо нам надо будет продержаться три с половиной года вот только то что мы видели на днях то что происходило в израиле вот эти все зверства вот это все антихрист может узаконить в той или иной мере по всему миру можете себе представить антихрист же назван еще и как беззаконник то есть для него не писаны законы он будет творить все что хочет на этой земле вот к чему мы идем друзья вот ну нам нужно будет продержаться эти три с половиной года вторую половину седьмины до до восхищения церкви потому что восхищение церкви будет в конце великой скорби иисус сказал после скорби дней тех один берется другой оставляется соберу избранных по всему лицу земли то есть после скорби дней тех то есть верующие проходят всю великую скорбь до конца и пьют чашу значит полной ложкой как говорится вот поэтому у нас остается три с половиной года время великой скорби вторая половина седьмины до восхищения церкви до второго физического пришествия иисуса христа так а что же такое тогда мерзость запустения более детально об этом пишет апостол павел давайте прочтем напутствие апостола павла к христианам это второе послание к никицам 2 глава с 1 по 9 стих молим вас братья о пришествии господа нашего иисуса христа и о нашем собрании к нему апостол павел расценивает пришествие иисуса христа которая включает в себя и восхищение церкви видите и нашем собрании к нему собрание в буквально значит восхищение к нему то есть собрание это восхищение церкви то есть читать этот фрагмент нужно приблизительно так молим вас братья о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем восхищении к Нему. Так будет правильнее. Собрание — это значит, когда он собирается, соберёт избранных Его. Обращение к кому было? Соберёт избранных Его от одного конца края до другого края неба. Те, кто каким-то чудом уцелеют в конце великой скорби. Из христиан. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Как видим, уже в первом веке были еретики, лжепророки, лжехристы, которые говорили, и даже от имени апостола Павла якобы он об этом писал. Вы представляете, какая ересь? Будто уже наступает этот день. Так это ещё две тысячи лет назад, уже сколько поколений прошло. Уже тогда были вот эти обманщики, лжецы, которым суд уже давно готов. Что якобы уже вот-вот приходит Христос. Да никуда Он ещё не приходит. И апостол Павел говорит, не верьте им, пусть вас никто не оболестит в это последнее время, ибо день тот не придёт. Какой день? День второго пришествия Христа и восхищения Церкви. Да и аминь. Вот о чём в контексте пишет апостол Павел в первом стихе. Посмотрите внимательно. Потому что Он связывает этот день как пришествие Господа, который включает в себя восхищение Церкви. А до восхищения Церкви будет воскресение мёртвых. Об этом Он пишет в другом фрагменте. А потом мы, говорит, в начале воскресения мёртвых во Христе, а потом мы, оставшихся в живых, каким-то чудом уцелеют в конце великой скорби. Поэтому христиане, им же всегда напоминание. В Откровении 13 главе, если вы будете внимательны, терпение нужно вам, спасайте ваши души, терпение. Здесь терпение и верность святых. Вы понимаете, святые — это верующие в Иисуса Христа. Поэтому это всё серьёзные вещи, друзья. Нужно обращать на это особое внимание, чтобы в последнее время не обольститься, или, как некоторые верят, что будет доскорбное восхищение какое-то. Потом ещё какое-то восхищение, потом ещё какое-то восхищение. Да нет, это всё ложь, обольщение. Восхищение будет одно. Воскресение мёртвых будет одно. И второе пришествие Христа будет одно. Это всё одно событие. Никаких первого, второго, третьего, четвёртого не будет. Это всё одно. «Я воскрешу Его», — сказал Иисус. «Когда?» — «В последний день». День тот не придёт. То есть день второго пришествия Иисуса Христа не ждите. И восхищение церкви не ждите пока что. Так как мы говорим сегодня о третьем храме, так я вам показываю на основании Писания, что там будет происходить и что же это за мерзость запустения. Пока не будет отступления. Отступать можно от чего в контексте этого послания? Отступать можно только от истины. Отступать можно от Бога. Когда будет апогея зла по всему миру, люди начнут отступать от Бога, включая христиан многих конфессий. Поэтому идёт отступление для того, чтобы подготовка плацдарма, просеивание почвы, чтобы люди приняли Антихриста, в том числе включая так называемых религиозных деятелей, христиан в том числе. Так что будьте осторожны, особенно в последнее время. Будет великое отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Это ещё одно трактование Антихриста. Что Антихрист — это кто? Человек. Это не будет пришелец из космоса, как некоторые думают. Это будет человек. Греха, то есть который будет, значит так, грех у него будет как часть его жизни. И он будет этим учить других людей. То есть не будет порядок и закон, но порядок и закон мира безопасности будет состоять из греха, чтобы вы понимали. Потому что он человек греха изначально. И тут дальше написано, сын погибели. То есть не дочь, Антихрист будет не дочь, а сын погибели. «Противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней». То есть он будет провозглашать себя Богом. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Некоторые говорят, Антихрист уже пришел. Он уже был в истории. Так если он был в истории, значит и пришествие Христа было в истории. Читаем восьмой стих. В шестом стихе написано «Не допускают открыться ему в свое время». Всему свое время. Антихрист откроется в свое время именно в храме Божьем. Третьем отстроенном храме на храмовой горе в Иерусалиме. И пока всех этих событий не произойдет, не будет никакого восхищения церкви и не будет никакого, значит, пришествия Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем пишет апостол Павел, друзья? Это очень сильное послание против всех вот этих вот еретиков и лжепророков, и лжихристов, которые якобы что-то там начинают рассказывать и даты какие-то еще и при этом предсказывают. Восьмой стих. И тогда откроется беззаконник. Видите, еще одно имя у Антихриста — беззаконник. То есть все зло, которое только можно вместить, он будет делать и заставлять делать это своих подчиненных. То есть беззаконник. То есть, как у нас говорят, беспредельщик. Это хорошее слово, наверное. Беспредельщик. Но если он узаконит гонения на христиан и на евреев, узаконит по всему миру. Можете себе представить? Если он узаконит и обольстит мировых правителей, они пойдут войной против Израиля, то о чем мы говорим, друзья? Это глобальное мировое потрясение будет. Это серьезные вещи. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус, обратите внимание, убьет духа мус своих и истребит явлением пришествия своего. Так кто там говорит, что уже Антихрист приходил? Еретики и лжепророки, лжецы. Антихрист еще не приходил. И храм еще не построен. Антихрист не может появиться, пока не будет подписан мирный договор и не построен третий храм. Вы понимаете? Все взаимосвязано. Пророчества друг за другом будут исполняться. И одно без другого существовать не может. Вы понимаете? Иисус придет и уничтожит своим вторым пришествием Антихриста. Если Иисус еще не приходил, да, еще же нету его. Вы не обратили внимание, что еще Иисус не приходил? Значит, Антихрист еще в этот мир не явился. Если храм не построен, значит, Антихриста еще нет. Если мирный договор между палестинцами и израильтянами не заключен, значит, Антихриста и мирового правительства еще нет. Сейчас только идет формирование, в том числе через войны, которые вокруг нас окружают. Каждый хочет извлечь свою выгоду и укусить свой жирный кусок пирога в этом мировом правительстве. А каким будет пришествием Антихриста? Девятый стих. По действию сатаны. Будет сверхъестественным его пришествием со всякую силою, знамениями и чудесами ложными. Хотя он будет политиком, мировым политиком, потому что восстанет посреди десятирогового зверя, будет одиннадцатым рогом, который уничижит, то есть уберет три рога и сам станет, и десять царей отдадут власти силу свою зверю, то есть Антихристу. И он начнет действовать, как хочет в этом мире. И тогда же уже начнётся начертание зверя и поклонение Антихриста. Мерзость запустения, его изображение. Там написано «будут поклоняться изображению его». То есть, скорее всего, мерзость запустения — это будет изображение на крыле храма, которое охватит весь мир по всему миру. Друзья, что хочу сказать вам в заключении. Очень важную, значит, прошу заметить, очень важную вещь. Постройка третьего храма ознаменует начало отчёта последней седьмины пророка Даниила до Армагеддонского сражения в долине Мегида в Израиле и до второго физического пришествия Иисуса Христа на гору Елеонскую в Иерусалиме. Вот всё, что я хотел сказать. А к этой новости относитесь с долей скептицизма. Но, как я говорил, дыма без огня не бывает, есть над чем поразмышлять. Друзья, давайте продолжать следить за мировыми событиями, особенно за тем, что происходит сегодня в Израиле. А именно в Иерусалиме на храмовой горе, там, где стоит сейчас мечеть, мечеть их и Алякса, и купол скалы, там всё это вместе. Если вы подписаны на этот канал в последнее время, то вы ни в коем случае не пропустите эту важную новость. А если вы не подписаны, то вы, к сожалению, пропустите. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео, распространяйте это видео в соцсетях, так, чтобы больше людей узнало правды на основании библейских пророческов. Всё будет исполняться в ближайшие дни. Вот. Поэтому бодрствуем, не спим, уповаем на милость и спасение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. До скорой встречи. Не прощаемся. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok